Танки готовы и с первым приказом выдвигаются в путь. Сегодня нужно не дать условному противнику прорвать оборону. Более того, вытеснить его с более выгодных рубежей и уничтожить. Слева, справа танкистам приходится все время следить за обстановкой на 360 градусов. Самое сложное было, конечно, выровняться с другими машинами и вести бой именно по командам. Сложность наводчика и командира то, что нужно следить вокруг башни 360 градусов, чтобы не подбить случайно своего. Или вдруг, если авиация, когда задействуется авиация, не сбить вертолет случайно свой. Боевую стрельбу из танков отрабатывают с помощью защитной насыпи, так называемого «сирийского вала». Это моя первая боевая стрельба на реактивных системах залпового огня «Торнадо-Г». Сегодня нервничал, но задачи справились успешно. Все цели были поражены, по времени уложились. На бордунах мотострелки и танковые экипажи отрабатывают новые тактические эпизоды. Это и бой в населенном пункте, и маневренная оборона совместно с авиацией и реактивной артиллерией. Особенности учений представляли собой применение противникам, реально применение средств радиоэлектронной борьбы, затруднено управление подразделениями, создание радиопомех, применение имитации противникам, обозначение районов задымления, что мешало подразделениям, соответственно, выполнять задачу. Военнослужащие учились применять нестандартные методы борьбы с высокоскоростными бронированными целями, а также разные способы уничтожения заминированных автомобилей. Мария Латышева, Антон Колесников. Новости дня. Кяхтинский район.